мы в эфире мы делаем традиционную полуминутную задержку для тех кто хочет присоединиться так что если вы смотрите это в записи сразу отматывайте примерно на 30-40 секунд пожалуй 30 секунд днем оказалось достаточно итак это видео по моим камерам бывшим и будущим для картриджей fuji film instax постараюсь по максимальности показывать больше чем рассказывать чтобы например для не русскоговорящих тоже было понятно поэтому все буду стараться так сказать попроще итак начнем с самого первого самая первая вещь которую я делал это был съемный задник к форматной камере вот съемный задник форматной камере полностью так вот часто кассеты до допиленный убрана вся механическая часть проявка идет рукояточкой плюс подтяжка да то есть вот такая вот система проявки вот она полностью рассчитана на соединение с салютом в данном случае любки 88 вот и можно снимать недостатком является пожалуй то что она не использует картриджи приходится заряжать вручную отпечатки полученные на ней отличаются черными полосами так как обрезается по номиналу то есть 56 миллиметров кадр есть а сам этот 62 миллиметра соответственно тоже самое сейчас я их сделал со смещением 56 миллиметров и 62 миллиметра то есть из-за особенности камеры часть картриджа не попадает за свет у нас всегда получается черная полоса это к сожалению проблема но оптика рисует как рисует та оптика который вы поставили вот так раз второй вариант тоже под картриджи instax mini это переделанная камера из фотоаппарата любитель вот с объективом triplet соответственно как бы качество изображения правда определяется объективу ну так себе любителя плюс здесь вот сделаны также модифицированы ручки выставка выдержки и выставка диафрагмы да вот так если меня кто-то будет спрашивать по ценам вот это моё я не отдам вот это по моему единственная сейчас камера которая пока не продается это мой так сказать частично рабочий инструмент любитель сделан переобтянут сделана электрика приведена порядок сейчас я буду ломать батареи на эти ручки потому что они периодически заедают при открытии мои аккумуляторы не имеет значения вот значит работает это второй линстакс работает он на двух батареях и у него абсолютно родная начинка вот инстакс и без всяких вот fujifilm mini 3 без всяких переделок вот используется видоискатель видоискатель сделан с матовым стеклышком то есть можно наблюдать все все как положено вместо коллиматора на дурацкого стекла хотя резкость благодаря переднему триплету остается все равно только в центре кадра как можем наблюдать вот к сожалению наводиться всегда приходится по центру кадра вот что у нас еще одну мы можем взять картридж где ты картридж так куда я умудрился деть а вот мини картридж да то есть мы берем заряжаем закрываем включаем и после наведения фотографии вот мы включаем выключатель и нажимаем на проявку вот он пожалуйста как бы мне проявляет до картридж старый поэтому он умудряется захватывать по паре отпечатков ну-ка все пошло дальше вот собственно говоря на этом вся система разобрана этот аппарат у меня стоит на етси по россии он продается тоже стоит где-то на наши деньги порядка 13000 плюс пересылочные вопросы вот следующий аппарат linkstacks 3 делал я такой же чуть меньше на другой основе на другом на другой основе из другого аппарата он уже рассчитан под картридж с кью то есть квадратный 62 на 62 миллиметра поскольку сделано немножечко из другого аппарата то здесь такой достаточно большой промежуток вынужденный заполненный то что камеры сквере тогда не было и пришлось его колхозить вот значит у него вот такая вот система взвода спуска то есть это тоже стандартная тейлер камера миопта тут наверно должно быть видно сейчас я покажу дам миопта вот и стандартный соответственно видоискатель без особых каких-то проблем вот взвод у нее решен около объектива спуск у нее решен стандартным проявлению него решено вот таким вот образом сейчас я посмотрю если тут батарейки так надо вспомнить в какую именно камеру я положил свои батарейки заряжаем закрываем здесь я специально усилил такой держатель потому что он имеет свойство раскрываться без нагрузки соответственно мы наводимся снимаем и проявочка у нас выключатель всей системы плюс он достаточно громкий пожалуй единственный недостаток прям такой реально громкий громкий так вот можно назвать самым громкий всех моих аппаратов ну как бы здесь особо словно тем что двигатель находится в этой части привод шестеренок достаточно громко шумит вот откладываем третий аппарат но в моей номинации это рингстакс 4 сделан из вот аппарата москва вот на основе объектива индустар 23 соответственно затвор у него момент один вот оснащен несовмещенным дальномером то есть дальномер у нас на камере и на объективе не позволяет работать с наведением немножечко геморройным способом потому что наводить вы через вот это отверстие а кадрируете уже весь кадр через видоискатель вот такая вот система сразу приспособлены под вертикальный кадр то есть чтобы можно было удобно делать портреты диапазон выдержек у него до 250 диапазон диафрагмы вот четырех с половиной до 32 ну собственно говоря обычный самый обычный москва переделанный на инстакс здесь у нас светозащитный кожух заклеены кнопочки вот и соответственно картридж размер картридж вот этот отпечаток где он прям на эту камеру вот мы так вставляем закрываем переворачиваем и смотрим работоспособность будет очень смешно если я в какой-то момент обнаружу что у меня не работает звук одну секунду я проверю ну грузисты ладно пока он грузится здесь спуск производится очень интересно вот эта часть является так сказать предохранителем а эта часть спуском то есть мы завели навелись сделали снимок и придерживая клавишу нажали на спуск и вот он ее выдал также я могу продемонстрировать шум уровень шума что ж ты вот это уровень шума при работе камеры так что там дает мне проверить но я очень надеюсь что уровень шума уровень записи звук вполне соответствует необходимо камера складывается камера убирается да собственно говоря чем к чему я делаю кроме это видео помимо того чтобы похвастаться вот эти три камеры продаются либо я что-то могу делать на заказ то есть например вот такая камера тоже вторая или третья сделаны мы вот это остается мне точно такая же но почти такая же уехал недавно к заказчику все звук работает хорошо к сожалению у меня при записи звука я начинаю говорить выше и это несколько смущает как меня так реально знающих меня людей ну как бы те кто меня не особо знает я думаю высотой его голоса не испугать так вот значит теперь мы смотрим на так называемый картриджи для тестирования все значит эта игрушка представляет из себя камеру сайс икон с затвором карл цейс карл цейс тессар так вот тут плохо видно вот так в затворе в объективе в затворе компор то есть как бы тут все очень отлично придумано установка выдержек работа соответственно со спуском вот работа замерам в данном случае камер представляет из себя снимающийся задник вот вот внутри которого присутствует проявляющие устройство точно такое же вставляем здесь пробная кассета так вот значит здесь у нас есть выключатель здесь и кнопочка спуска я вывел на заднюю панель для простоты так вот соответственно у нас есть либо матовая стеклышко которая цепляется наводится все как положено потом мы убираем цепляем вещь и соответственно взводим и снимаем потом никогда не надо забывать про шибер и проявляем пожалуйста да то есть опять взводим спускаем и проявляем следующий вот такая вот прелестная игрушка изображение полученные на него сейчас я попробую поискать вот вот черно-белые картриджи инстаксовские появились в продаже тоже как бы портретик вот съемки на природе на большой формат портрет на самом деле надо сказать что конечно у меня вот тоже на него макро так сказать конечно надо сказать что большая часть удачных кадров я раздаю поэтому как бы сильно похвастаться мне нечем если я только не делаю дубликаты но тем не менее вот в таком виде настоящий момент у меня моя коллекция того что я делаю для себя того что я делаю для продажи того что я делаю под заказ это все уехало в большинстве случаев там уже три камеры уехало к людям вот ну собственно говоря все всем спасибо я думаю это обзорное видео чувствую что вопроса здесь все равно особо не будет все как-то на работах с утра поэтому вот такая вот загоголим собственно говоря да чем интересно особенно вот эта камера можно снимать красивые черно-белые снимки сразу на каких-нибудь фестивалях исторических и раздавать их ну это уже отдельная тема все всем спасибо закрываемся